здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы продолжаем ремонт видеокарты с артефактами предыдущем видео я два раза уже прогревал видеокарту после второго прогрева она у нас не включилась вообще было короткое замыкание в процессе осмотра видеокарты я обнаружил причину этого процессе прогрева 2 прогрева я немножко прижал чип вот в этом месте и он перекосился здесь получился полмиллиметра здесь миллиметр поднялся вот таким образом он стоял теперь я еще раз прогрел третий раз уже прогрев только только что выровнял аккуратненько подровнял чипсет этот он уже у нас параллельно идет к материнке к видеокарточке надеюсь что это поможет сейчас установим радиатор и подключим снова нашу бедную видеокарту она уже гретая сто разно можно так и подключаем прикручиваем артефакты у нас появились после длительной работы была оставлена на ночь видеокарта и перегрелась видимо пошли артефакты потом я уже прогрел один раз артефакты остались потом решил подогреть немножко сильнее прогрел еще раз и она у нас перестала включаться вообще из-за перекоса чипа только что я проблему устранила надеюсь что будет уже работать попытаемся включить снова так мониторчик питание поехали так есть шанс что будет работать нет к сожалению не работает значит ошибочка ff1 значит в принципе ситуация с видеокарточкой улучшилась но все-таки она еще не работает код ошибочки ff инт 19-19-h bot attempt the mainboard ok значит предыдущий раз ошибка была ноу дебук коды материнская плата вообще не включалась сейчас уже включилась пост коды побежали на остановилась на коде ошибки ff включаем еще разок для контрольного тестирования так бежа бегут коды снова 2e451 и доходит до тестирования видеокарты ff снова ошибочка значит будем еще раз прогревать нашу видеокурт это будет уже четвертый раз другого выхода нет откручиваем все после прогрева я еще немножко еще пошевелю может начнется окружается видеокарточка наша протираем спиртиком старый плюс наносим новый по кругу снова поедем сейчас забыл нас сначала убрать посту протираем спиртиком протираем спиртиком хорошенько оставалось старого флюса еще немножко протираем хорошенько спиртиком потом начнем прогрел достаточно включаем прожектор и прогреваем снова главное что короткое замыкание мы уже устранили самое опасное можно добиться чтобы она заработалась значит включаем где наш прожектор поехали наносим флюз этот раз я нанесу немножко флюса и на оперативную память может оперативка где-то немножко не контачит прогреваем прогреваем да 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 вот проще нанесли флюс нанесли флюс теперь ждем пока чипс от начнет немножко двигаться нужно будет его немножечко подвинуть и потом посмотрим будет работать она или не хочу все таки и отремонтировать поэтому уже третий раз прогреваю важное для меня видео так уже плюс кипит так прогрев идет сейчас я проверю нет еще движение нашего чипа еще нужно греть так вот у нас уже наш чип почти прогрелся немножко двигаем еще не двигается так так как я делаю так вот уже есть движение у нас поплыл как говорится аккуратненько его пошевелим для обновления контактов сейчас я себе подсвечу хорошо уже подсвечу хорошо уже подсвечу и немножко движение движение так что у нас здесь вот я думаю достаточно выключаем прогрев немножко пошевелил я думаю что может и заработает на самой видеокарте есть белые такие линии это рамки в которые должен быть сам чипсет если они смотрите визуально если процессор немножко высунулся за пределы этой рамки то нужно его поставить на место кажется поставил я все хорошо будем надеяться что будет работать оставляем это все на на 20-10-20 минут для остывания и потом проверим видео карточка наша остыла можно очищать и устанавливать в компьютер посмотрим как будет работать спиртиком мы ее сейчас протрем спиртиком протираем спиртиком нашу видеокарточку очищаем хорошенько контакты все пожалуй достаточно вытираем все и смотрим здесь все нормально температуры это уже наклеечка потемнело это почти потемнело так ставим радиатор устанавливаем на место и все и и и и можно проверять Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Так, код FF. Походу видеокарточка все-таки не работает. К сожалению. Не могу ее никак оживить. Проверяем еще разок. Пост-коды наши бегут. Пик. Код ошибки FF. К сожалению, не работает. Это плохо. Если что-то еще получится, я запишу еще одно видео. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.